Сегодня мы вспомним советских актеров, которые сыграли больше двух сотен ролей в кино. У одного из них и вовсе больше 320 ролей. С него и начнем. Речь идет о советском и российском актере театра и кино Юрия Назарове. Он родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Актерское образование будущий артист со второго раза получил в театральном училище имени Щукина. Впервые в кино Юрий Назаров снялся в 1957 году. Он исполнил роль рабочего в историческом фильме «Рассказы о Ленине». Свою первую роль в кино актер сыграл в вышедшем на экраны 9 мая 1961 года в фильме «Последние залпы». В нем Юрий Назаров исполнил роль капитана Дмитрия Новикова. Также он сыграл главных героев в таких лентах, как «Непрошенная любовь», «Антрацит», «Происшествие», «На новом месте», «За синими ночами», «Очень важная персона», «Земля моего детства», «Команда 33», «Вход в лабиринт», «Уроки в конце весны», «Лесная царевна», «Сыщики районного масштаба», «Осенний детектив», «Террористка Иванова», «Индус», «Бежать», «Сталинград», «Мы с дедушкой» и в других фильмах. Заслуживают упоминания и роли актера в лентах «Полярный», «Апостол», «Всегда говори всегда», «Близнецы», «Простые истины» и «Освобождение». Сейчас Юрию Назарову 87 лет. Он продолжает сниматься в кино. В 2024 году вышел фильм с участием актера и еще два находятся в производстве. Таким образом, количество сыгранных Юрием Назаровым ролей в кино растет. В творческой копилке советского, российского и армянского актера театра кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Армена Джигарханяна более 270 ролей в кино. Он появился на свет 3 октября 1935 года в Ереване. В гитис будущего знаменитого актера не взяли, и Армен Джигарханян учился в Ереванском художественно-театральном институте. Впервые в кино он снялся в фильме «Обвал», премьера которого состоялась 30 марта 1960 года. Свою первую главную роль актер сыграл в драме 1962 года «Шаги». Также Армен Джигарханян известен по ролям главных героев в фильмах «Жил человек», «Чрезвычайный комиссар», «За час до рассвета», «Ольга Сергеевна», «Короли и капуста», «Где-то плачет иволга», «Крик дельфина», «К расследованию приступить», «Анекдоты», «Сны», «Короли российского сыска», «Заложники времени», «Когда боги уснули», «Улыбка бога или чисто одесская история» и во многих других лентах. Не стоит забывать и роли второго плана, а также небольшие эпизоды, блестяще сыгранные им. Вот лишь некоторые фильмы, в которых актер сыграл такие роли. «Самый лучший фильм», «Кто в доме хозяин», «Моя прекрасная няня», «Ширли-мырли», «На дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Место встречи изменить нельзя». Не стоит забывать и о том, что Армен Джигарханян занимался озвучиванием. На его счету огромное число подобных работ. К примеру, голос актера можно услышать в проектах «Диверсант», «Приключения поросенка Фунтика», «Битва за Москву», «Формула любви» и «Жил-был пес». К сожалению, Армен Джигарханян не дожил до наших дней. Его не стало 14 ноября 2020 года. Актеру было 85 лет. На счету советского и российского актера театра кино, озвучивание и дубляжа Игоря Ясуловича более 250 сыгранных ролей в кино. Он родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. Актерскому мастерству будущий известный артист обучался во ВГИКе. Впервые в кино Игорь Ясулович сыграл в начале 60-х годов. Свои первые роли он исполнил в проектах «В пути», «Девять дней одного года» и «Приключения кроша». Первую главную роль в кино актер получил в фильме-спектакле 1971 года «Петербург». Также Игорь Ясулович сыграл главных героев в фильмах «По улицам комод водили», «По законам военного времени», «Шанс», «Ловкачи», «Айловью Петрович», «Осенние соблазны», «Русский водевиль», «Человек-ветер», «Джаконда на асфальте», «На пути к сердцу», «Московский дворик» и «Досмерти красиво» и в других лентах. Следует упомянуть его менее масштабные роли. Например, в проектах «Глухарь, приходи, новый год», «Убойная сила», «Всегда говори всегда», «Дальнобойщики», «Непослательном гонца», «Не может быть», «Двенадцать стульев» и «Бриллиантовая рука». Актер озвучил огромное число отечественных и иностранных фильмов и мультфильмов. Голос Игоря Ясуловича можно услышать в проектах «Шрек-2», «Шрек-3», «Пятый элемент», «Кинза-дза», «Тайна третьей планеты», «За спичками», «Д'Артаньян и Тремушкетера» и «Блеф». К сожалению, он не дожил до наших дней. Актера не стало 19 августа 2023 года. Игорь Ясулович прожил 81 год. Советский и российский актер театра и кино Лев Дуров сыграл примерно столько же ролей, как и Игорь Ясулович. Он появился на свет 23 декабря 1931 года в Москве. Актерское образование будущий популярный артист получил в школе-студии МХАТ. В кино Лев Дуров начал сниматься в середине 50-х годов. Его первая роль была главной. Актер сыграл Яшу в мелодраме «Доброе утро». Лев Дуров нередко играл главных героев. К примеру, он сыграл главные роли в лентах «Странные взрослые», «Личное счастье», «Школа», «34-й скорый», «Не бойся я с тобой», «Не ждали-не гадали», «Сказка странствий», «Зачем человеку крылья», «Успех», «Клад», «Ау», «Ограбление поезда», «Алмазы шаха», «Гангстеры в океане», «Господа артисты», «Давайте без фокусов», «Кроткая», «Танго над пропастью», «Луной был полон сад», «Русские в городе ангелов», «Огнеборцы», «Возвращение 30-го», «Старики-полковники», «Русский крест», «Егорушка» и «Старики». В исполнении этого актера не менее запоминающимися являются и второстепенные роли. Вероятно, вы помните Льва Дурова по ним в фильмах «Леди Мэр», «Непослатель нам гонца», «Сирота Казанская» и «Д'Артаньян и три мушкетера». Занимался он и озвучиванием. Прежде всего, голос актера хорошо знаком зрителям по мультфильму «Трое из Простоквашина». В нем Лев Дуров озвучил Шарика. К сожалению, он не дожил до наших дней. Актера не стало 20 августа 2015 года. Лев Дуров прожил 83 года. Советская и российская актриса театра и кино Валентина Ананьина за все время актерской карьеры снялась более чем в 230 фильмах. Она родилась 18 мая 1933 года в Москве. Актерскому мастерству будущая актриса обучалась во ВГИКе. 9 сентября 1955 года вышел фильм «Солдат Иван Бровкин». В этой ленте Валентина Ананьина впервые появилась на экранах. Чаще всего она играла роли второго плана и эпизоды. Но есть в фильмографии актрисы и несколько главных ролей. В том числе в лентах «Зверобой» и выхожу тебя искать. Что касается ролей второго плана и эпизодов, то зрителям Валентина Ананьина знакома по таким лентам, как «Молодежка», «Самый лучший фильм 3D», «Всегда говори всегда», «Доярка из Хацапетовки», «Варвара краса», «Длинная коса» и по другим. Сейчас актрисе 91 год. Она завершила актерскую карьеру в 2016 году. Впрочем, премьера новой ленты с Валентиной Ананьиной состоялась относительно недавно – 30 июня 2022 года, но эпизоды с ней были отсняты уже давно. Речь идет о музыкальной комедии «Танцы на высоте». Это далеко не все актеры, сыгравшие более 200 ролей в кино. Если это видео вызовет у вас интерес, то я обязательно сделаю продолжение. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на мой канал.